Дорогие друзья, первый день неизвестного солдата, мы об этом говорим сегодня, мы уже сказали. И очень много неизвестных солдат, и на первое контактное наступление в 1941 году, 6 декабря начался. Вообще оборона Москвы прошла около 7 месяцев, 30 сентября по 6 декабря, и 6 декабря Великий Жуков учуял слабость немцев и предложил главнокомандующему, первому главнокомандующему, пойти в битву и сделать пункт удар. Сделали и победили. Вот и победили. Там немчика терял удар, первая ласточка, и всему миру показали, что Советский Союз живет, и будет щит, и будем бить проклятые врага. Вот такая картина. Второе, мы говорили, герои не отвечаем. Отвечаем. Раньше этого пастыка не было, но сейчас мы отвечаем, день героя, установили день героя, 9 числа, мы каждый год его отвечаем. Вот, в республике, по-моему, Тоборовск сказал, 4, 3 из них 4 человека, это отсюда участник у них подписанных. Вот, камер, и говорим всегда о них, о тех именах, названных городах, улицах, и продолжаем работать в этом управлении. Продолжаем работать. Герои Советского Союза присвоили 11 тысяч, по данным историков, я не знаю, правильно, не правильно, 667 человек. 11 тысяч. Из них 159 человек, 20 героев, 301 человек посмертно отдали свои жизни в Великой Отечественной войне. Вот такая картина Дарьев-Дюссер. Поэтому, начинай. Но мы всегда говорим, Совет Георгиев-Дюссер, мы говорим о том, что герои мы, Великой Отечественной войне, были все участники войны. И когда мы хороним первые слова, мы говорим, мы сегодня наполставляем последний путь. На крыше грудью, или 59, и грудью Англазуры Зотов не получили никаких орденов. Один из них осталось живым. Остальные, посмертно, были поскольку звания Герои Советского Союза. Поэтому мы чтим и будем чтить, дорогие друзья. Сегодня нам надо обязательно, самая главная задача. Нам дано право жить, нам дано право уважать, нам все это дано. Но нам не дано, дорогие друзья, все мы говорим детям. Нам не дано забыть тех, кто отдал свою жизнь за нашу Великую Родину. Мы не имеем забыть, потому что это самое главное. Что мы можем делать? Я говорю, что каждый род должен знать корню своего дерева. Каждый мальчик, каждая девушка должна написать сейчас, пока еще не поздно, целые книги о своих предках, кто отдал свою жизнь. Поэтому я благодарю вам. Вечная слава нашим всем героям, которые отдали свою жизнь. Благодаря его живем на самом лучшем, как Валтаре. Дорогие друзья, у нас впереди огромный, огромный праздник. Это 100-летие победы. Огромное вам спасибо. Ответы, давайте. Пошли. Пошли. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...